Здравствуйте! В эфире Электрогорское телевидение и прямо сейчас о новостях нашего города. 2 мая прошел Крестный ход, посвященный памяти Матроны Московской в Электрогорске. Подробности в репортаже Татьяна Шивальна и Дмитрия Морозова. К Крестному ходу предшествовала служба в Храме всех святых в земле российской просиявших. После этого верующие Крестным ходом прошли к часовне Матроны Московской, память которой Церковь чтит 2 мая, в день смерти святой. Кроме этого, 2 мая 1999 года Матрона была канонизирована Православной Церковью. С 8 лет Матрона имела крепкую веру, способность исцелять больных и предсказывать будущее. В 18 лет у нее отнялись ноги. Незадолго до своей кончины матушка Матрона сказала, «Все-все приходите ко мне и рассказывайте, как живой, о своих скорбях, и я буду вас видеть и слышать, и помогать вам». Умерла она 2 мая 1952 года. Часовню в честь святой установили в Электрогорске на Новом бульваре в начале этого года. Осветили ее и установленную в ней икону Матроны Московской 14 января. В рамках фестиваля «Семь шагов к победе» в 14-й школе прошел конкурс песен. Об этом наш сюжет. 13 номеров было представлено на фестиваль «Никто не забыт, ничто не забыто», который прошел в рамках проекта «Семь шагов к победе» 28 апреля в актовом зале школы номер 14. В фойе школы была организована выставка «Война глазами детей». Целью проекта, организатор которого педагог ЦДО «Истоки» Елена Нагорная, является формирование у подрастающего поколения чувства сопричастности истории Родины, гордости за свой народ, а также более глубокое знакомство с историческими событиями времен Великой Отечественной войны. Участие в фестивале приняли воспитанники детских садов, учащиеся школ, ученики Центра дополнительного образования «Истоки». Бьется в тесной печурке огонь, На поленье спала, как слеза, И поет мне землянки гормой Про улыбку твою и глаза Про тебя мне шептали кусты В белоснежных морях Под Москвой Я хочу, чтобы слышала ты Как тоскует мой голос живой Ты сейчас далеко, далеко Между нами снегами снега До тебя мне найти нелегко А до смерти четыре шага Пой гармоника в юге на зло Запутавшее счастье сзади Мне в холодной землянке тепло От твоей негасимой любви В завершении мероприятия учреждения участники проекта были награждены грамотами Совета ветеранов Самые активные – семьи, дети, педагоги получили грамоты от местного комитета по образованию В актом зале лицея состоялся урок мужества посвященный 29-й годовщине чернобыльской катастрофы на тему «Чернобыль. Взгляд сквозь годы» Отдать дань памяти ликвидаторам собрались сотрудники администрации приглашенные гости и учащиеся образовательных учреждений города Вот сегодня мы новое, другое поколение мы можем только из средств массовой информации узнать о том, что пришлось почувствовать непосредственно ликвидаторам аварии мы можем прочитать, посмотреть фильм но ценное, ребята, для нас то, что еще рядом с нами люди непосредственные участники тех событий и это нам очень-очень дорого В лицея были приглашены ликвидаторы аварий на Чернобыльской атомной электростанции которые поделились воспоминаниями также были представлены художественные работы детей и взрослых Параллельно с этим были подведены итоги конкурса «Я вижу мир» который прошел с 10 января по 29 апреля Работы были представлены по трем номинациям «Эхо Чернобыля. Как прекрасен этот мир» и «Я родом из детства» инициаторами проведения конкурса выступили чернобыльцы «Одинный слава благодарности хотел бы сказать ей, что на самом деле это ее идея, ее детища и самое главное, что она контролирует, наверное, помогает ребятишкам самореализоваться, открыться и это еще одно подтверждение, что у нас замечательные дети, замечательная молодежь которыми мы гордимся, любим вас, уважаем и у нас замечательное будущее, мы счастливы, что вы у нас есть» В завершении мероприятия состоялось награждение победителей конкурса А теперь о погоде Ночью 6 мая по данным Гессметео температура воздуха составит 3 градуса тепла днем до 14, без осадков, ветер северо-восточный 4 метра в секунду Это все новости на сегодня Далее в нашей программе репортаж с еженедельного оперативного совещания у главы и передача, посвященная юбилею победы, атрибуты Великой войны С вами была Анна Шевальна, всего доброго, до встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова